ну вот мы только что приземлились в аэропорту копенгагена и сразу же встретила такая конструкция для замера размера чемодана потому что здесь ручную кладь когда берешь она должна соответствовать определенным нормам вот и мне понравилась надпись написано типа сай стоит размер размер играет значение замерь свой очень забавно а еще один момент я что-то совсем забыл где у нас находится копенгаген и оказывается он находится на границе со швецией и соединил соединен по морю мостом такой длинный-длинный шикарный мост начали искать метро и вот прикол швеция швеция отсюда отправляется в швецию метро а с другой вот стороны по-моему вот с этой дабы они там дальше отправляется в динмарк данию то есть вот у нас швеция метро а здесь у нас датская метро вот чего-чего но такого я вообще не ожидал я еще пошутил я не что мол здесь так рядом что мы наверно на метро доберемся до швеции но оказывается реально можно на метро добраться до швеции очень здесь как и в германии роботы метро почувствовать себя машинистом что добро пожаловать данию сюда так вот выглядят самые обычные центральные улочки я скажу что город выглядит очень обычное довольно таки отчасти пошарпана причем и наш даже отеле тоже выглядит не самым лучшим образом при учете того что цена у него очень как бы завышена наверно так вот да мягко говоря да цена совершенно не соответствует номеру потому что реально за эти деньги можно было бы снять почти на три недели пятизвездочные отели где-нибудь в египте вот это без преувеличения я как бы проверял на букинге поэтому цены здесь космос на метро тоже в принципе завышенные цены почти 5 евро я по-моему это уже говорил что еще а вот и все больше мы пока еще ничего не успели проверить потому что вот мы зашли в номер как бы переоделись привели себя немножко в порядок чувства и вышли собственно в город сейчас направляем направляемся в сторону метро попробуем разобраться что здесь вообще происходит с байками брать в аренду вообще как бы ходит такая легенда что вроде как есть тут бесплатные байки но вроде бы так же я слышу что этот эксперимент уже прикрыли и я думаю что надо нам просто найти какого-то местного человека который сможет нам подсказать существуют еще халявные байки или нет вот ну в любом случае нам придется отбрать где-нибудь велики на прокат вот и ехать осматривать город и его достопримечательности так гуляли гуляли и догулялись до ратушной площади ну бык вид сзади по соседcemos здесь хочется одеть рюкзак спереди Недоверчиво ты относишься к датчанам, да? Давай, доверяю мне. Ой, не удевается. Ну, я думаю, что следует упомянуть, что мы находимся в стране LEGO. Датчане, это датская фирма LEGO. Здесь вот находится целый огромный супермаркет LEGO. Ну и в паре сотен километров от Копенгагена находится знаменитый LEGO Land. Конечно, не настолько знаменитый, как Диснейленд, в котором мы были, но тем не менее. А это мы гуляем по какой-то пешеходной улочке. Просто свернули левее с городской, с этой ратушной площади. И пошли прямо-прямо по маленькой узенькой пешеходной улочке. И, судя по всему, эта улочка должна будет нас вывезти к New Haven, еще одному такому знаменитому месту в Копенгагене. Так что посмотрим, насколько оно красивое. Так, ну а улочка оказалась довольно-таки интересная, называется Strogett. Здесь находится вот такая базилика, мне кажется, мы ее купола видели издалека. Где ты их увидела? А на двери, с крылышкой маленькой. А, да. Золотой камыш. Видишь? Видишь, вот так. Я не знаю, что это за птица, но золотой камыш. Это, видимо, памятник морякам, ушедшим в море и не вернувшимся. Скорее всего. Может, на левом будем слишком близко к этому всему? Где-то направо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вдруг температура там 23-24, да? Вообще отлично стало И вот сейчас мы уехали, говорят там сейчас опять начинается похолодание Вот, в Данию тоже обещали дожди Вот, и даже за день до вылета Яна смотрела в айфоне, там говорили дожди Вот, но Samsung утверждал, что вроде не будет дождей И вроде бы нам повезло и действительно нормально Хотя вчера, кстати, было пасмурно Действительно Но вечером было солнце Да, вечером было солнце, но днем, когда мы прилетели, было еще пасмурно Такое состояние, типа вот-вот может пойти дождь Ну а сегодня не тучки на небе И мы идем за великами В почти самом центре города мы нашли вот такую вот церковь Которая полностью построена из мрамора И купол медный у нее идет Построена она еще, началась в XVII веке Закончили в XIX веке, ну в конце И сейчас она считается одной из самых главных достопримечательностей Сейчас попробуем зайти внутрь И вроде как это можно сделать Вау Она просто огромная Лебедятки Где? Покажи Вон Видно? Да, я увеличиваю Видно так? Да, я посмотрю Ну их там почти не видно очень, да, далеко Они просто так плыли за ней Как говорят, гуськом А потом все так сплыли Может сейчас еще раз поплывут Сними вот это вот синие Здесь еще вот смотри Как в воде вот эти листья Я не помню как это называются Лотосы Лотосы, да? У нас тут пикник И у Дональда Дака тоже пикник Смотри, еще руку оттапает Так Я думаю Да, он кусает под ногу Да? Угу Ладно, много его не корми А то ему дурно станет Сейчас хлеб распухнет И он реально сдохнет И мы его в сумку И этот Нет И короче будем из него готовить Наш велотрип Завел нас к англиканской церкви Но на самом деле мы ехали Немножко в другое место Но наше внимание привлекла Вот эта вот церковь Построена в таком готическом стиле И выглядит она, конечно Очень здорово вживую Очень красивая Пускай не очень большая Но она действительно такая Яркая, колоритная Лампочки полные Сейчас пара лежат В 사 trainings Уверя Понятно Уверя Что там такое? Дальше Три Уверя Какие Но, по факту, мы с Яной ехали к фонтану богини Ди Фионе. Фонтан, кстати, открыли, если не ошибаюсь, в 1908 году. Подарен фонтан был городу компании Карлсберг. В честь 50-летия. Я думаю, что все знают такое пиво Карлсберг. Его как раз делают здесь, в Дании. Фонтан большой, да, красивый действительно. Водичка такая прозрачная. Я уже думал, тут пиво будет течь. Где пиво? Говорят, он очень красиво подсечивается ночью. Вот я как раз фонарики вижу. Не хватит, чтобы кто-то сонит. Ручки? Да. Или настрое? Наверное. Ручки помыли, хоть после колбаски. Давай снимем сейчас со змеем. Я, ну, видно, змея не открылся. Вот он, вот он, вот он змея. Я думаю, что он сможет из видео сделать, потому что... Смотри, там вода прям в водопады потепляет. Вот так. Вот. А вот сюда мы можем с тобой проехать на велосипедах, кстати. Посмотрите. Вот прям видно, что у нее из-под колес колес колесницы бьет вода, как будто бы вот когда буксует, или когда машина едет, вот она за собой поднимает воду. Принцесса Мария. Ой, а грудь у нее голая, прям со скалейшем. Со скалейшем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Некоторое время тому назад Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так далее они позаклеивали который снят на камере знак раньше вот было написано то что там forbidden все дела а теперь все это можно вот она христиане надо идем вот и вот это люди стоят и пойдем обратно до такой в общем район для сип я понимаю высокая церковь открыта каждый день the close the church is close but i think the tower is open i think it's to the left of here i was just hoping the hours were wrong уже не первый раз короче напарываемся на то что включаю камеру и она перестает сама снимать сразу останавливаться по такому красивому району нам сюда и облом ничего не снялось там видание такой домик был красивый вот он виднеется там такие балки деревянные это ничего не заснялось ну и яхты стояли пора нам идти за велосипедами сдавать их обратно и уже ехать в аэропорт который собственно это будет уже такой наш крайний перелет мы возвращаемся домой вот ну и все завтра должны быть уже в Днепре ты хочешь в Днепр уже? ну вот да если вы хотите взять велосипеды в Копенгагене то у вас должен быть такой во-первых хороший опыт вождения велосипедов чтобы вы могли сосредоточиться на движении ну и вообще конечно желательно иметь то есть вам желательно иметь сразу какой-то опыт может быть вождения машин чтобы понимать дорожные знаки обращать внимание на светофоры потому что они для велосипедов тоже действуют вот как раз тут в парковке поэтому мне как-то попроще да у меня такого нет и мне тяжело будет мне кажется страшно ну и плюс ты давно не ездил уже люди уже загорают во всем да кстати вот трава на крыше ты говоришь с крыши на траве а там трава на крыше это деревянный лёг Дерево? да да представьте все вот это облицовано деревом настоящее кстати вот здесь в Копенгагене постели на как его называют ой из головы вылетело что дома у нас на полу? паркет паркет здесь в аэропортах паркет причем кстати в Финляндии тоже паркет это и то Субтитры создавал DimaTorzok